Доктор медицинских наук Мы работаем в прямом эфире и телефон нашей студии 0850 17 22. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям, мы их еще представим. В течение программы мы проводим интерактивное голосование. Сегодня вопрос звучит так. Легко ли вам возвращаться на работу после отпуска? Да, нет и смотря какая работа. Вот такие варианты ответа. Неделя. Именно такой оптимальный отпуск. И только вчера из него вернулась менеджер Марина и она поделится своими впечатлениями о первом рабочем дне. Настоящий чемпион по количеству отдыха в году студентка Алина. И она поделится все-таки помогает или мешает отпуск учебе. И больше всего сталкивается с эмоциями отпускников железнодорожники. О них нам расскажет и поделится рекомендациями глава пресс-служб Донецкой железной дороги Владимир Селиванов. Итак, Владимир, вы, так сказать, в массе видите отпускников, больше всего сотрудников железной дороги во всяком случае. Скажите, пожалуйста, вот отличаются ли по настроению люди, которые едут в составе Донецка-Симферополь и обратно в Симферополь-Донецк? Ну, я хочу сказать, что в принципе... И по состоянию здоровья, возможно. Ну, начнем с того, что в принципе пассажиры все очень разные, в каждое свое настроение. Но когда люди едут отдыхать, они более-таки заряжены, конечно, на отдых. И в принципе для них главное найти этот билет и все-таки доехать. А обратно уже, конечно, возникают уже больше замечаний и к нашей работе. Ну, основные, конечно же, это вопросы. Ну, сами прекрасно понимаете, что пассажирские перевозки такая, довольно-таки узкая тема для железнодорожников. И у нас всего лишь треть кондиционирования воздуха в вагонах. То есть это, так сказать, добавляет еще... Да, немного душновато. И тогда, ну, вы знаете, все зависит, конечно же, от пассажира. То есть, смотря кто как настроен. Существуют, конечно, узкие места в нашей работе. И, ну, я думаю, самое главное отметить то, что в этом году у нас не было ни одного случая, чтобы мы воспользовались медицинской помощью именно в пассажирских поездах, именно в летний период. В прошлом году такой случай был. Мы вызывали по станции Дебальцево скорую помощь для доказания первой помощи необходимой. То есть, да, отпуск закончился так не очень хорошо. Ну, там больше даже не отпуск, просто была летняя пора, если кто помнит. В прошлом году были пиковые такие температуры. Женщине было практически 76 лет. Вот, и она почувствовала недомогание. Ну, проводник не растерялась. Есть в каждом вагоне аптечка, оказала первую медицинскую помощь. Ну, и, конечно, на первую станцию Дебальцево там... Сразу же доставили. Да, да, была вызвана скорая помощь, и ей оказали... То есть, довольно-таки все прошло спокойно. В принципе, для нас, конечно, самое главное в работе, чтобы все пассажиры доехали с дорогами. А скажите, вот настроение ощущается, вот отношение к проводникам меняется, те, кто уже из отпуска едет, истории. Ну, я хочу сказать, что люди с отпуска, которые возвращаются, я думаю, с нежеланием возвращаться, окунуться опять в этот рабочий вид. Это я могу сказать по своим наблюдениям, которые я уже не один год работаю на железной дороге, вижу. Часто работаем на центральных вокзалах Донецкой железной дороги. В принципе, могу сказать одно, что в целом наш пассажир... Ну, знаете, у нас как в спартанских условиях немного люди. То есть, для них самое главное – это купить билет, доехать. Они уже думают меньше о том, чтобы, знаете, в каких условиях он едет. Он больше думает о том, что самое главное – он едет отдыхать, то есть, больше заряженный. В принципе, могу сказать, что у нас пассажиры довольно-таки оптимистичны. А ты даже из отпуска, который едешь? Да, то есть, знаете, все равно больше я встречал именно с положительными эмоциями. С положительными. Отдохнули, хорошо, едем. Да, но еще раз подчеркну, что вы прекрасно понимаете, что у каждого свое настроение, у каждого свои проблемы. И зачастую проводник, либо дежурный по вокзалу, он первый получает такой удар психологический от пассажира. То есть, он, в принципе, если человек недоволен, он, конечно же, может... Да, если недоволен. Никто не позвонит, не скажет, что все было хорошо, нормально, и, слава богу, доехали. А в основном, конечно, это наша работа. Это, в принципе, девиз железнодорожников – пассажир в любом случае все до прав. Поэтому это нормально. Да, старайтесь. То есть, вот кто недоволен, наверное, у тех – постотпускной синдром. И что же это такое, Михаил Павлович, постотпускной синдром? Ну, это слишком громко сказано, синдром. Потому что синдром – это совокупность каких-то болезненных симптомов. Но у них, даже не хочу говорить о тех людях, которые страдают каким-то серьезным расстройством, и у них выход на работу – это очередной стресс, и у них возникает расстройство адаптации. А, в принципе, отпуск для этого и дан, чтобы человек отдохнул. Единственное, безусловно, это вот мы все привыкли жить по биоритмам. Самый распространенный биоритм – это мы 8 часов спим, 8 часов работаем, 8 часов отдыхаем. И вот отпуск – это вот такая интересная пора, когда мы отдыхаем. Все сбивается, так сказать. Да, вот этот биоритм сбивается, и все зависит еще и от того, как человек провел этот отпуск. То есть, не злоупотреблял ли он алкоголем, не было ли у них других каких-то стрессов, вы знаете. Что чаще всего происходит. Да, во время отпуска, почему-то некоторые люди считают, что надо влюбиться там и так далее. Расстаться. Расстаться. Обычно все встречи происходят в последний день окончания отпуска, потом расставание – это очередной стресс. То есть, ну, в общем, проблем масса. Люди их сами себе зачастую надумывают. И вот возникает такая ситуация растерянности, легкая дезадаптация. Не хочу сказать, что это синдром. Ни в какой мере. То есть, это, в принципе, так сказать, легкое состояние. Изменение ситуации в жизни. А как человек к нему приспособиться, это зависит от его адаптационных возможностей. То есть, один человек адаптируется лучше, быстрее, другой. Ну, для этого и отдых, чтобы человек отдохнул, набрался силы, у него адаптация прошла легче. Алена, скажи, пожалуйста, сколько раз в этом году ты отдыхала? И как давно? В этом году я отдыхала три раза. Сначала на майские праздники и два раза летом. Поэтому, как бы, перерывы были небольшие. Ну, так, в принципе, я считаю, что этого достаточно, даже более чем достаточно для того, чтобы как-то восстановить свои силы перед учебным годом. Но, тем не менее, я думаю, что и злоупотреблять отпуском тоже не нужно. Скажи, пожалуйста, был ли у тебя постотпускной синдром, когда-нибудь такая совокупность признаков вот таких симптомов? Да, это когда отпуск находится вот именно на стыке с учебой. Когда приезжаешь, нужно сразу менять свои дела, свой ритм, биологические часы. Такое, конечно, бывает. Марин, скажи, пожалуйста, насколько, вот, ты только когда вернулась с отпуска? Вчера утром приехала на автобусе из Ялты. Были ли какие-то переживания, расставания, так сказать, ритм сбивался ли? Ну, ритм, конечно, сбивался, так, биологический ритм. Ну, слава богу, расставаний и переживаний не произошло. Поэтому все прошло довольно-таки легко. Вот, я вернулась вчера, целый день у меня был для того, чтобы адаптироваться, привыкнуть. И сегодня вышла на работу. В этот раз все прошло достаточно легко и хорошо, без стрессов, вот так отмечу. А приходилось ли когда-нибудь досрочно возвращаться на работу? Вот прерывали отпуск? Ну, слава богу, у меня хорошая работа не приходилась. А было ли такое, что работать приходилось прямо на отдыхе? Да. Встречались такие случаи, приходилось идти в интернет-клуб. И через интернет какие-то улаживать дела, все время в телефонном режиме. Но на самом деле это, конечно, очень тяжело, потому что ты все время находишься в рабочем ритме, ты не отвлекаешься, это не отдых, а просто, так сказать, перемены обстановки. Но те же самые эмоции, та же самая загруженность, в общем, это совершенно неправильно. Отдых должен проходить без мобильного телефона. А влияло ли это потом на выход из отпуска? Чувствовала себя, наверное, менее отдохнувшей, тяжелее вливалась в работу? Да, да, конечно, конечно. Конечно, это совершенно другое состояние. Ты как будто бы не отдыхал, ты в этих делах был, потом там же находился в них и снова вернулся, опять туда же. То есть это, конечно, очень плохой случай. В этом хорошо помогает заграница, когда ты с ней доступен совершенно. Вот это спасение, потому что иначе люди все равно понимают, что ты поможешь. Ну, возвращаемся мы из отпуска все равно, в основном, да, на поезде. Что нужно брать с собой в дорогу? Что нужно есть в дороге, чтобы путь к работе не превратился в кошмар? Ну, начнем с того, что, конечно, нужно быть очень внимательным. Потому что, во-первых, самый первый совет, не аккуратно нужно относиться к своим рядом соседям. Потому что, во-первых, желательно не брать ничего у них, потому что вы не знаете, как это приготовлено, и кем это приготовлено, и в каких условиях. Желательно, конечно же, также не скупляться там возле вокзалов, в принципе, какие-то продукты. Если с собой берете, то не берите скоропортящиеся продукты. То есть, лучше, чтобы это было что-то, либо печенье, либо чай. То есть, у нас, знаете, если пассажир едет, то должен достать, ну, целый, не знаю, там, чуть ли не полхолодильника. Копченую курицу. Да, да, да. То есть, вы прекрасно понимаете, что жарко, все быстро обветривается, и то ли колбаса, то ли еще, например, какая-то курица копченая, или еще что угодно может быть, да. То есть, мы советуем, нужно хорошо пообедать, либо позавтракать дома, взять самое необходимое, либо водичку, либо какие-то печенья, что сладкое, или, знаете, те же бублики, да. Ну, и, конечно же, от жары нужно все-таки пить больше жидкости, либо чая, либо просто воду. Все это можно брать либо с собой, либо купить в поезде. В принципе, советы очень простые. Нужно очень быть внимательным, в дороге, и к своему желудку, и, в принципе, то есть, поездки не такие же длительные, всего лишь, в основном, это ночь. То есть, нужно просто будет перекусить, там, вечером, а утром уже, ну, тоже попить чай, я думаю, для кого бы это не повредить, для любого организма. Что касается, если, например, вдруг стало действительно плохо, ну, тут, конечно же, надо сразу обращаться к проводнику. У нас есть все средства связи, есть сегодняшние. А вот что есть в аптечке проводника? Ну, в аптечке проводника, например, то же самое, что и в аптечке автолюбителя. То есть, там, нашательный спирт, зеленка, йод, валидол, анальгин, то есть, все те препараты наши, чтобы сразу человека привести в чувство. Тем более, что у нас все проводники довольно-таки люди опытные, каждый год перед летними перевозками они проводят еще раз тестирование по оказанию первой медицинской помощи. То есть, у нас даже случались случаи 6 лет назад, что даже проводник принимала роды в поезде по Красноармейску. То есть, в принципе, не дай бог, чтобы такое произошло, какие-то несчастные случаи, но, в принципе, у нас люди довольно-таки сориентированы. Опытные, смогут, если что, помочь. Скажите, как отличаете тех, кто едет в отпуск от тех, кто возвращается? Ну, по направлению всегда проще. Если до Донецка, до Симферополя, то понятное дело, да. Ну, в целом, вы знаете, существует сезонность, железная дорога, довольно-таки, это просто. То есть, если лето, это Крым, Одесса, зима, это Львов, да. Понятно, что самые пиковые перевозки, 4 месяца, еще они продолжаются, несмотря на ухудшение погоды. Все равно еще будет Крым довольно-таки хорошо пользоваться. То есть, пассажирские поезда очень востребованы. И вы правильно сказали, что в основном пассажиры едут именно поездом. Потому что, ну, это и дешево, и довольно-таки все равно быстро. Да, но еще можно, да, отличить по загару. Не, ну, по загару, конечно, да. Всегда можно. Ну, тут кто как любит отдыхать, понимаете. Тут тоже нюанс. Но в любом случае, самый главный совет, это быть все-таки бдительным. Надо не забывать, что все-таки человек в дороге, надо быть внимательным. Точно так же по поводу алкогольных напитков, да. Ну, можно... Уже по пути удержаться, наверное. Да, я думаю, что все-таки на то на и поездках, чтобы доехать, лучше на море догнаться, как говорится, чем... То есть, это все шутки, но на самом деле у нас практически 70% травмирования, это людей, с которыми алкогольные опьянения. То есть, есть какие-то... То есть, это основной, основная причина травмирования на железной дороге. Потому что это как посадка и высадка с поезда, как переходить через пути до той же станции. То есть, ну, это уже такие нюансы, которые бы не касаются к поездке. Но в любом случае, это бдительность. И к желудку, и в целом к ситуации. К себе, да, к ситуации. Скажите, пожалуйста, делаете ли вы фото с отдыха? Расскажите вот... Конечно. Много ли? Обязательный атрибут, очень много фотографий. И чем больше, тем сложнее выбрать что-то подходящее. Иногда даже вот ты думаешь, поехать на отдых от всей этой техники абстрагироваться, наоборот, не получается. Каждый поход куда-то, постоянные фотографии, родственники уже привыкают. Ну да, вот я видела. А вот насколько много фотографий из отпуска? Ну, вы знаете, если посещаешь одни и те же места, то уже на самом деле надоедает фотографироваться. Хочется от всего этого отдохнуть. Уже практически, допустим, ездим в Ялту не первый год. И фотоаппарат уже так, будем брать? Да давайте уже не будем. В общем, не хочется как-то отвлекаться от курортной атмосферы. Все-таки ты пребываешь в путешествии, хочется набраться впечатлений, там какая-то поездка, и только на снимке получается все внимание. Вот это тоже немножко мешает бывать, поэтому когда как. Если это новые места, конечно, хочется я и достопримечательность, чтобы это было. Я и море. А если это там, где мы уже несколько раз отдыхали, то бывает даже и без фотографий возвращение происходит. Вот я видела, что, так сказать, фотографии ВКонтакте, например, выставлены все на море, абсолютно, Лина и Марина. А больше информации о нашей программе вы можете подчеркнуть как раз в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке, также на нашем сайте Здоров Донбасс ТВ. Пожалуйста, обращайтесь, уже видео будет вечером, уже практически в наших социальных группах. Расскажите, пожалуйста, насколько нужно, Михаил Павлович, пересматривать фото и видео с отдыха? Или это усиливает, так сказать, постотпускные симптомы? Нет, ну, безусловно, люди в отпуске, вот как сказала Визавима, что в основном фотографируют, а потом, когда возвращаются, начинают рассматривать, что же мы наснимали. И это воспоминания, это некоторые приезжают из интересных мест, выставляют свои фотоснимки. Ну, это есть такие любители, есть люди, которые не выставляют, но все равно это память, то есть это положительный момент. Ну, то есть положительные эмоции нужно пересматривать, чтобы нужно возвращаться. Если это отдых, это все-таки мы не говорим о плохом, а говорим о хорошем, да, то все-таки, если все хорошо, то и воспоминания будут хорошие, продлить эти приятные моменты всегда хорошо. А как часто люди обращаются с постотпускными симптомами, вот когда это усугубляется, возможно, может быть, просто с такими симптомами? Я думаю, в мою клинику они не обращаются, это 100%. Если это вот... Это директор Донецкого медико-птихологического диспансера. Да, если... Центра. Центра. Если это связано с отдыхом, если это связано, не дай бог, с какими-то ситуациями стресса во время отдыха, то это уже второй вопрос и всякое бывает. Понятно. То есть, ну, а были ли какие-то такие истории? Ну, не дай бог, безусловно, люди попадали в какие-то дорожно-транспортные ситуации, после этого возвращались. Кто-то какие-то стрессы получал во время отдыха и так далее. То есть, фактически, постотпускные симптомы не так уж и страшны, да? Вы можете спросить у наших... Это жизнь. Да. У наших гостей 0850 17 22, телефон в нашей студии, и поинтересоваться, каким же, допустим, бывает идеальный отпуск. Вот мы сейчас это тоже осветим. Скажите, сколько вот отдыхаете чаще всего? Какое количество дней? Чаще всего это 7 дней, максимум 10. Больше как-то не получается. Но думаю, что оптимальный вариант это 14 дней. Все-таки первые 10 дней определенная климатизация, а потом уже непосредственно немного отпуска. И вот насколько часто получается отдыхать и как продолжительность какая? Ну, в последнее время в основном не больше недели, потому что сложно вырваться с работы, не хочется оставлять товарищей на длительный период. Ну, конечно, хочется подольше отдохнуть, но помогает то, что это не так уж и редко. Я в этом году отдыхала 3 раза, вот получается, весной и 2 раза летом. Вот, поэтому как-то достаточно комфортно. Пусть немного, но все равно это другая обстановка, новые впечатления. Так тоже хороший вариант. Хотя раньше я всегда пыталась отдохнуть 12 или 14 дней полноценно. Вот, ну, так ситуация изменилась. В общем, довольна теперь и сейчас. Ну, как бы в нынешней ситуации тоже довольна. Вот, девочки остановились. Вот, сколько, и вы задали интересный вопрос на сегодняшний день, сколько оптимально отдыхать. Вот, ну, я уже не совсем молодой человек. А когда же вы вернулись из отпуска? Нет, подожди, я о другом. Значит, вот в старые времена ученые-физиологи считали, что надо отдыхать 24 дня. Если вы помните, в советские времена путевки в санатории были 24 дня. Потом на каком-то этапе жизни путевки стали 21 день. И вот если проанализировать нынешнюю ситуацию, то вы все сказали одинаково. И, в общем-то, вот у нас у всех ситуация зависимости от службы, от работы. То есть синдром вот такого страха оставить свое рабочее место. То есть это симптомы тревожности. Поэтому мы волей-неволей сокращаем свой отпуск. Вот человек говорит, хорошо бы отдохнуть 14 дней. При том, что физиологи установили, что хорошо отдыхать 24 дня. Мы сейчас, вот я на своем опыте, что хорошо бы отдохнуть 10 дней. А потому что приходится отдыхать 7 дней. А 7 дней отдыха, это, по-моему, тоже стресс. Потому что день в одну сторону, день в другую. И вот этот короткий отдых, он не дает удовлетворения, понимания отдыха. Но это может быть, как бы записана программа более ранее, более длительного отдыха. Да-да-да, возможно, так сказать, несколько лет. Хотя, вот, я знаю, в некоторых странах там вообще отпуск, это 7 дней в году. Да-да-да, в мире лидирует по количеству отпускных дней Бразилия, Франция, Финляндия. Здесь отпуск составляет 5-6 недель. А меньше всего гуляют в Индии, Китае, Канаде. Филиппинцы отдыхают 5 дней, мексиканцы 6, а жители Сингапура недели. Вот вы совершенно правы, Михаил Павлович. А вы когда вернулись из отпуска? Ну, я, вот, если спросить... Когда начали адаптацию, судя по загару. Если спросить, как я вернулся, вот я был 7 дней. А, красивый день. И вернулся недавно совсем, судя по загару. И я считаю, что это очень короткий отдых. И, в общем-то, хотелось бы отдохнуть больше. Но вот... То есть вы придерживаетесь того, что оптимальная продолжительность отпуска все-таки не 7 дней? Безусловно. Потому что сейчас новые исследования, американские ученые говорят, что нужно делить отпуск. А кардиологи им возражают, говорят о том, что даже вот приступы сердечные бывают из-за того, что там акклиматизация и так далее. Ну, я считаю, вот, что где-то по дне 10-14 пару раз в году это самое оптимальное на сегодняшний день. Но, к сожалению, это не всегда получается. Понятно. То есть это не неделя, как говорят специалисты. Я же говорю, может быть, это память о старой привычке. Понятно. Отдыхать более длительный промежуток времени. Владимир, расскажите, пожалуйста, тоже по поездам. Часто возникают вопросы. Что же делать, если в поездах сквозняки или слишком душно? Да, у нас только треть вагонов кондиционирована. А вернуться всем хочется здоровыми. И зачастую даже вот тем, кто с детьми едет, тоже вот в школу им идти. Ну, здесь нужно, конечно же, понимать то, что все равно большинство захотят, чтобы все-таки был сквозняк. Искусственный сквозняк, да, такая вентиляция воздуха, потому что окна открываются. Вот. Если человек предрасположен к сквознякам, то есть он негативно это реагирует. Ну, это, конечно, всегда проводника, чтобы есть была возможность либо перейти в другой вагон, либо скет-то поменяться. Да, потому что все люди, в принципе, адекватные. Я думаю, это все-все реально. Но если говорить уже об отпуске, то нужно все-таки отметить, что смотря кто-таки как отдыхает. Если ехать, например, с детьми, то, например, педиатры, вот я из своего личного опыта скажу, что советуют быть с маленьким ребенком, у меня полтора года, больше десяти дней. Потому что на пятый-шестой день только ребенок потихоньку входит в этот... Ну, да, маленькие дети, да. ...к отдых, чтобы он акклиматизировался, привык к новой ситуации. То есть, и, в принципе, здесь семейный отдых идет больше всего. Почему на это я акцентирую внимание? Потому что очень много семей ездят посредственно и поездами, и, в принципе, отдыхают. Ну, наверное, с тех, кто был на курортах, видели, наверное, сколько детворы на море или, например, в других местах. То здесь тоже нужно все-таки уже учитывать, я думаю, не интересы родителей, а все-таки уже интересы ребенка. Больше интересы ребенка. Ну, а детям в поезде вы посоветовали бы ездить вот с такими маленькими детьми или придерживаться ближних маршрутов? Я ездил в Киев с ребенком 8 месяцев, вполне нормально, он перенес поездку, может быть, потому что, может, генетический железнодорожник, а может быть, в принципе, нормально. Самое главное понимать, что в поезде чем комфортно для ребенка, что в поезде очень малая вероятность укачивания ребенка. Это тоже очень важный момент, потому что автобус или авто ребенок может укачать, а поезд может от ребенка полежать, походить, то есть его можно чем-то занять, он не ограничен в движении. Есть возможность его как-то завлечь, смотря, конечно, какой ребенок, если, например, маленький, да, все-таки поезд это позволяет все сделать. Тем более, что чем комфортно, а также в поездах с детьми, ну, если маленький ребенок, всегда можно положить с собой рядом, да, или, например, тоже вопросы какие-то и безопасности, и комфорта. То есть все-таки вы советуете, да, больше поезд, чем автобус? Я считаю, что этого бояться не нужно. На своем личном опыте я могу лишь сказать о том, что я в этом году с ребенком ездил в поезде. В принципе, поездка в Киев нам прошла, ну, довольно-таки безболезненно, спокойно. Я говорю, было всего 8 месяцев. Что касается отдыха, не было возможности. Я не здорово люблю отдыхать, признаться, но если бы не семья, я бы вообще не отдыхал. Не знаю, почему люди так к этому относятся. Семью отправлял, они были два раза по две недели. Ну, я считаю, что ребенок очень оздоровился. Я приезжал к ним туда, ну, посмотреть, как у них обстановка. Ну, это просто великолепно. То есть нужно отдыхать и не бояться, и нужно ездить. Да, так, я был самым удивленным. Я думал, мой будет самый маленький, ему год и два было месяца. А мы были, ну, вообще с грудничками, ну, просто с грудничками по 3-4 месяца. То есть не надо переживать. Единственное, конечно же, проконсультироваться, я думаю, с врачами, как себя вести, не перегревать его на солнце. Ну, это элементарные вещи, то есть иметь с собой определенную так же аптечку. Я думаю, ничего страшного в этом нет. И у нас уже есть результаты интерактивного голосования. Итак, вопрос звучал так. Легко ли возвращаться на работу после отпуска? И 35 человек ответили, что да, легко возвращаться. Нелегко, 141 человек. И смотря какая работа, 287 человек. То есть фактически многое очень зависит от работы. И всего проголосовало 463 человека. Скажите, пожалуйста, Михаил Павлович, вот насколько эти результаты адекватной реальности? Действительно ли, насколько зависит вообще от характера работы сложность возвращения? Ну, если на работе комфортная обстановка, и человек чувствует потребность в этой работе, то он будет отнесен, наверное, к группе, где легко возвращаться или, ну, как бы это нормальная ситуация. Если на работе психотравмирующая ситуация, или человек находится весь свой отпуск во фрустрационном состоянии, он не знает, что его ожидает по возвращению. То есть не нужно, да, не нужно, так сказать, держать напряжение человека до отпуска. Если в отпуск надо входить, то есть с разумом, да. То есть нужно все дела подготовить и так далее. Вот, в частности, психологи советуют планировать выход на работу еще до наступления отдыха, а также постараться завершить все, что требует начальник. Это позволит уйти отдыхать со спокойной душой и чувством выполненного долга, а также избежать выхода на работу в начале отпуска для того, чтобы подтянуть хвосты. Приходилось ли подтягивать хвосты? Вот расскажите, Марина. Перед отпуска? После отпуска. После отпуска. Ну, конечно, безусловно, люди помогают, замещают тебя. Ну, есть такие вопросы, которые без тебя, к сожалению, не решаются. Поэтому первый же день, почему так быстро проходит адаптация, опомнится некогда. То есть до обеда нужно уладить все дела, все решить. Ну, конечно, очень зависит от того, какая работа, какая атмосфера на работе. Зависит от этого. Конечно, очень сильно зависит, когда тебя люди рады, люди ждут тебя, тебя радует работа. Пусть это сложно, пусть ты загружен, но это все равно положительные эмоции. И с таким настроением, конечно, возвращаться проще, даже несмотря на то, что отдых закончился, впереди трудовые будни. И пора уже, трудовая деятельность. Да, и еще легче возвращаться, когда не такая смена климата, допустим, резкая. Вот это тоже благоприятный фактор. Арина, готовы ли к учебе? Вот после, все-таки, два месяца был отпуск, так сказать, по учебе. На самом деле, да. Наверное, потому что 80% моего летнего времени все-таки работа заняла. И теперь к учебе вернуться совершенно несложно, потому что уже день нормирован, как и раньше. Уже есть какие-то четкие планы. Не приходится кардинально менять вот свой образ жизни. И, Михаил Павлович, буквально коротко очень, вот рекомендации по адаптации, буквально резюме. Ну, наверное, сразу не надо вот входить в состояние, искать себе повышенные нагрузки. Постараться войти в работу размеренно и с удовольствием. Спасибо большое. Мы прощаемся с вами до пятницы. Мы обсудим метод ТОЧ, а также адаптацию к ранней осени. Увидимся. Продолжение следует...